Моя Родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Здравствуйте, друзья! Вы видите прекрасные фотографии. Сейчас вам покажу, может быть небольшой фильм покажу. Это пришло мне из Киргизстана. Очень благородный человек. Зовут его Бек Осман. А попутно меня поинтересовался, что у вас ребята в рюкзаках. Оказывается, у них процветает такое садоводство. Но я, в принципе, раньше это знал, ведь они к нам привозят фрукты, не мы к ним. Кстати, и садовцы к нам привозят, а не мы к ним. Вот. И я благодарю Бек Османа за эти фотографии. А повод был такой. У него в Казахстане живут друзья, а у друзей проблемы с подвоями груш. Серьезная проблема. Ну, понятно, в каждой местности что-то процветает, а что-то не очень процветает. Вот. И он у меня попросил, сказал, что мне будут писать, звонить, и надо будет выслать им в Казахстан груши. Я, конечно, обрадовался, сказал, что или вышлю вдвойне, или за полцены, каким удобнее будет. И еще подсказал, ах, вы считаете, что им нужны сибирские уссунические груши, точнее, я говорю, дальневосточные. Ну, что ж, они есть у меня. Вот. И еще я бы ему высыл бы уже на добровольной основе с моей стороны еще и свароги для испытания. Когда-то все начинается сначала. Возможно, там их никогда и не было. Почему довольно молодой сорт сварог выведен у нас в Сибири, в Барнауле, в институте имени Рисовенко, знаком с одним из авторов этого сорта. А раз автор живой этого сорта, значит, и сорт молодой, получается, что надо испытывать, почему не в Кыргызстане, почему не в Казахстане. Вот такая была тема. Ну, и я уже, думаю, интересно, чем занимается для меня молодой человек. Ну, смотрим. Смотрим. Сюда смотрим. Сюда смотрим. Вот. Кстати, видите, вы знаете, какой я вредный, злой, противный. Я всегда придираюсь. Смотрю, думаю, к чему бы придраться. Не могу. Вот. Представляете, Бекасман, я не могу к вам придраться. Да, даже, не к чему придраться. Вот. Строгу, конечно, косите. Ой, 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 нету мне таких яблочек, нету. Красотища, да, друзья? Так, теперь. Ага, значит, смотрите. Мы еще посмотрим. Давайте вот на этот ролик. Интересно же. Так, ну, здесь перевод нужен. А давайте вот этот посмотрим. Так, этот без перевода, но и без звука. Так, что еще можно полезного нам извлечь? Что еще полезного нам извлечь? Ну, может быть. Валерий, я вас уважаю, вас давно же смотрю, ваши видеозаписи, где вы выступаете на ютубе. Это мой сад, вот, второй. Тридцать лет. Ну, мне 28, им 30. Дружище, напишите здесь, как вас зовут. Мне понадобится несколько дней, чтобы запомнить. Почему? И ваше имя для меня, ну, как сказать, непривычное. Так, все, разобрались. Мы с ним познакомились, теперь вы познакомились. А зачем нам это надо? Во-первых, сибирикам, во-вторых, европейцам. А вы яблоки видели? А вы знаете, что они могут жить в России? Сказать почему? Сейчас я картинку выберу покрасивее. Вот. Знаете, почему они могут жить в России? Потому что они яблоки. Потому что они когда-то были в райском библейском саду. Вот. Это намек на то, что они могут расти везде. Вот. Вы думаете, зря он попросил для его друзей организовать высылку уссурийских груш. С севера на юг. Значит, а с юга на север? А с юга на север мы можем вот такие прекрасные яблоки в виде черенков. Да, именно черенков. Мы можем приучить запросто. Вот. По крайней мере, все, что я привозил из Украины. Вы представляете, казалось бы, Канада. Канада. Монреаль на широте. Монреаль на широте. Курска. Так мне сказали. С кем я общался с этим. С канадским садоводом. Он так сказал. Монреаль на широте вашего Курска. Это юг. Значит. Уже хорошо. Яблоня Квинти. Она прошла через Голландию, через Канаду. Прекрасно плодоносит в моем саду. Пусть пока это не распространено, но она не собирается умирать. Не собирается замерзать. Вот в чем дело. А это же тот же уровень, что вы видите сейчас на фотографии. Кстати, похоже невероятно. Вот в Квинти. Также мелба тоже Канада. Вот. Почему нет? Вот. Если уж абрикосы умудрились приучить, то кто же нам яблонь не мешает. Так что будем расширять наши эти самые контакты. Это может быть начало только. Вот. Так что, Бекосман, благодарю вас за информацию, которая дала мне повод лишний раз поговорить о том, что мы садоводы, братья. У нас у садоводов границы нету. Нету у нас границы. Если бы у нас были границы, мы бы не имели, не привез бы самые чернобаев, прекраснейшие, шикарнейшие, огромные яблоки, яблони. Вот. Апорт там Матинский, апорт Крово-Красный. Представляете? Вот у меня граница. Проходит десятилетие. У нас они по маленечку осваиваются. Байкова Галина Николаевна, директор, ну, правда, уже бывший, это самое, размножала их апорты. Директор Шушенского ГСМ, вот, который я вспоминал, когда говорил про авторство Сварога, Груши. Вот, она занималась этим размножением. А потом пришло время, и приходит весточка с Казахстана. А наш тогдашний президент Казахстана, вот, призвал садоводов Казахстана вернуть в Казахстан апорт Алматинский. Представляете? Вернуть в Казахстан апорт Алматинский. О, красота какая. А он у нас уже на севере обжился. Вот, и садовцами Байкова торговал. Сейчас не знаю, торгует или нет. Вот так вот, вот, по мне, это границы. Нету границ. Есть границы условные, мы их называем климатические. Для того мы садоводы существуем, чтобы эти климатические границы оставались только на картах. Жутко. Первый поезд, второй, третий, четвертый. Ой, не дай бог, разве можно на север? Не, не знаю. Можно. Вот. Так что у меня появился друг в Киргизии. Вот. Передаю ему привет. И заканчиваю этот разговор. Спасибо, вы мне дали возможность поговорить о серьезных вещах. Вот. Об очень серьезных вещах. Главное, мы одной крови. Вот. Между нашими садоводами, кроме дружбы, ничего не может быть. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...